Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии Елена Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Добрый вечер. Добрый вечер. По-прежнему мы в студии. Как дела, Алексей? После прошлой передачи нам задали серьезный вопрос. Дам возможность вам подумать над ответом. А пока напомню нашим телезрителям, что у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, мы открыты для диалога. Да, и мы тянем мост, мосты из одной передачи в другую, делаем их последовательными, какую-то преемственность налаживаем. Вот. И я думал о звонке в нашу прошлую передачу. Нелли Ивановна звонила. И я, ну, помимо того, что там был очень конкретный вопрос, на который мы, в общем, по сути, наверное, и не ответили. Да, что делать с бессонницей. Нелли Ивановна сказала, что она выразительница, ну, выражает в этом смысле вопрос некоторой группы людей, пожилых людей, даже как-то обрисовала их, как, ну, некоторую общность. Вот. И, ну, на этот вопрос, почему я не ответил? Потому что на этот вопрос ответов очень много, и их нельзя собрать воедино, и, на мой взгляд, нельзя чего-то, не стоит, и, может быть, я не захотел чего-то конкретного советовать. Ну, кроме, может быть, того, что написано. Опять же, написано очень много. В общем, я бы сказал так, за простым и внятным вопросом, что делать с бессонницей, скрывается масса проблем. Я бы вот так сказал. И немножко эти проблемы попробовал бы расшифровать. Может быть, это будет ответом на вопрос Нелли Ивановны, может быть, это будет, ну, некоторым таким плацдармом для того, чтобы к нам позвонил еще кто-то и что-то прояснил. Меня тоже один момент зацепил, который я обдумывала за это время. Он повис внутри у меня вопросом. Ну, после вашего высказывания, может быть, я добавлю, а может быть, вы обозначите тоже это как одну из проблем бессонницы. Ну, тогда я скажу так. Здесь для меня два момента. Есть, собственно, вопрос о бессоннице, что делать с бессонницей. Есть вопрос о том, что один человек становится голосом некоторой группы, которая озвучивает этот вопрос. Я начну со второй, наверное, части. Постараюсь быстро. Во-первых, я полагаю, что в этом есть важный момент, что вообще с нами, я думаю, что голосами зрителей с нами в студии говорят некоторые группы. Ну, может быть, семьи, может быть, некоторые группы людей пожилых, как Нелли Ивановна сказала. Я к этому так и отношусь. В этом смысле это выразители каких-то, ну, чаяний, скажем так, каких-то вопросов, да, не только собственных. Тем более, когда это подчеркивается. Это раз. Второе. Здесь сразу возникает проблема. Бессонница у Нелли Ивановны, бессонница у Веры Петровны, бессонница у Веры Михайловны, у Антонины Дмитриевны. Ну, не одно и то же, да. Это разные бессонницы. И как нельзя разные лица побрить в одной машине, не знаю сейчас, почему у меня это сравнение, так нельзя, наверное, с одной линейкой, с одним рецептом подойти к бессоннице. Наверное, какие-то общие рекомендации могут быть. А эти рекомендации могут быть связаны с тем, что, ну, мы уже об этом говорили, да, это могут быть какие-то записи, если мы не говорим о медикаментозной части, да, о приеме внутрь чего-то, что так сейчас популярно. Это могут быть какие-то записи, какие-то размышления, обмен мнениями. Ну, то есть что-то, что увеличивает эту тему, что-то, что позволяет в этой теме разобраться, поговорить, может быть, привлечь специалиста. Я поэтому в прошлый раз говорил, а как насчет организовать разговор со специалистом? Давайте попробуем конкретизировать. Если ввести записи, то что? Это мысли, которые меня посещают в течение дня? Это описание событий или это мысли, которые приходят мне в голову во время вот этих бессонных часов ночной? Я думаю, что это может быть и то, и другое, и третье, а может быть, вы знаете, может быть, кому-то эта идея покажется интересной, она мне только что в голову пришла. Может быть, кто-то из тех, кто нас смотрит, из той группы Нелли Иванов и людей, может быть, будет записывать те сны, которые он не увидел или она не увидел в эту ночь. Ну, сочинять сны. Такой вот дневник снов, которые я не увидел. Ведь это может быть парадоксальное предложение, и как к нему стоит подойти? Ну, как вот я думаю, как к нему стоит подойти? К нему стоит подойти с позиции, ну, некоторого полета фантазии. Некоторого разрешения себе, ну, немножко выйти за рамки своего привычного, привычной логики. Что я могла бы увидеть в том сне, который мне не снится? Какие сны не хотят мне сниться? Какие сны я не могу увидеть? Я сейчас отдаю себе отчет о том, что я говорю, абсолютно не обостряя внимание на том, что это люди пожилые, у них могут быть заболевания. Вообще, мои коллеги и мы знаем о том, что в пожилом возрасте с сном и бодрствованием масса всяких вещей происходит. Да, вот я намеренно сейчас убираю, хотя это тоже вполне может быть. Это могут быть хронические боли кому-то, которые кому-то не дают уснуть, да. Это может быть тревога высокая, об этом Нелли Ивановна говорила, ну, и так далее, и так далее. Вот я сейчас чисто, может быть, откликаюсь на вопрос сна. Но при этом пожилые люди, я вот в коммуникации с этим сталкиваюсь, жалуются или вот говорят, что фантазировать очень сложно им. То есть воображение уже у них не то, что в молодости, и представлять себе что-то хорошее прям является такой проблемой. Причем одновременно тут же очень хорошо работает фантазия про какие-то вот катастрофичные ситуации, да. Вот что-то страшное произойдет или там близкие не позвонили. И вот сразу фантазия подбрасывает эти картинки, где что-то случилось, там авария, не дай бог, там, ну, или еще что-то. Вот как внутри себя разрешить или обнаружить этот ресурс и способность фантазировать пожилым людям? Я вспоминаю рассказ Рея Брэдбери, я не помню, как он назывался, к сожалению. Это рассказ о молодом мужчине и пожилой женщине, где они длительное время, короткое время провели вместе, ну, общаясь. Так случилось. Я думаю, что там был полет фантазии, я думаю, что там были возможности говорить о чем угодно. Я думаю, что это большая проблема, о которой вы говорите. Вы описываете в коммуникации, где есть один человек и другой человек. А я привожу пример, где один на один, но со своими мыслями. Лен, я думаю, что не один на один. Я думаю, что бессонница подтолкнула тех женщин, о которых мы сейчас говорим, которых мы не знаем, пообщаться с Нелли Ивановной. А Нелли Ивановну подтолкнула пообщаться с нами. Я думаю, что не стоит недооценивать вот этот побуждающий мотив симптома, если хотите, побуждающий к тому, чтобы искать помощи у других. Выйти за пределы собственного какого-то понимаемого пространства. Ведь Нелли Ивановна не зря сказала, что одно из общих проблем пожилых людей, и это вторая часть того взгляда, о котором я хотел сказать. И это действительно проблема. Большая часть пожилых людей замкнута сейчас в своих квартирах, в своих комнатах, в тех местах, где они живут. И они замкнуты, потому что они спасают жизни от инфекции, от заболевания. Но при этом у этой замкнутости все больше и больше выступает очевидная другая сторона. Вот эта сторона одиночества, нарастающей тревоги, разрыва связей, невозможности лечить другие заболевания, которые есть у людей и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот та самая парадоксальная ситуация, спасаясь, страдают, спасаясь, наступают в другое тревожное пространство. И в этом смысле этот симптом заставляет их, как я сказал, выйти, обратиться, начать об этом говорить. И я надеюсь, ну, по крайней мере, опыт так показывает, что когда мы начинаем говорить о бессоннице с людьми, потом мы начинаем говорить о чем-то, что стоит за бессонницей. А Нелли Ивановна на это тоже намекнула в какой-то степени. Точнее, даже не намекнула, а на самом деле сказала прямо. Она сказала, что всех этих людей, я не знаю, так ли это, да, можно ли огульно говорить, объединяет историю потерь. История утрат. И вообще здесь... Потерь. Вот я сейчас вклинюсь, ваш такой монолог, можно сказать, да? Монолог, да. Что меня зацепило, на что я обратила внимание. Я задала вопрос, могут ли дети, близкие прийти и помочь. Там наладить вот этот интернет, какую-то связь, да, выход в сеть. Нелли Ивановна сказала, вряд ли. То есть у меня возник вопрос, а что там вот с этими взаимоотношениями родственными, детско-родительскими. Это тоже как, может быть, не потеря живых людей, но потеря каких-то взаимоотношений. Потеря связей, потеря, может быть, живых людей. Здесь есть перекличка, на мой взгляд, между потерей сна, бессонница, это же потеря сна, и другими потерями, о которых сказала Нелли Ивановна. А по поводу интернета, ведь это очень тоже интересный вопрос. Интернет — это язык молодых, это язык, ну, может быть, людей среднего возраста, да? И ваш вопрос можно, мне кажется, перевести другим, ну, по-другому, прочитать его или поставить этот вопрос, да? Что происходит, что этот язык уже или еще недоступен пожилым? То ли они безнадежно устарели и не могут освоить этот язык, да? То ли они хотят быть услышаны на своем языке, понимая, что время их языка закончилось, и наступило время другого языка, ну, вот нынешнего, да, молодого языка. Как некоторые говорят сейчас, может быть, не без оснований, что время языка телевидения уходит, да? Вот мы как будто в архаическом пространстве с вами сидим, двигаемся как-то, но я слышу, что молодые люди в основном не смотрят телевизор, и если кто-то нас с вами видит, и этот молодой человек говорит, что я вас видел, я думаю, интересно, что его задержало еще в этом, ну, как бы архаическом пространстве. Алексей, прерву вас, у нас звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Пожалуйста, можно вам вопрос? То, что вы говорите, у меня все есть. Бессонница, а как он уже начинает думать, хорошее, положительное, все равно он в том, еще больше уходит. Дело в том, что у него очень долго болеет сын, парализованный, уже в 10-й год, до этого мужа похоронен. И вот это вот нагрузилось, что у них это нет. И вот эти вот, знаете, сейчас подключу, там 2-3, думаешь, я хорошее на плавку. А вот можно ли как-то вот это вот, ну, не то, чтобы прекратить себя, как труп, а вот он стоит разбитый, а вот вставать надо, там, понимаете, больной парализованный, решать еще что-то такое. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Людмила Алексеевна, я уже старая. Людмила Алексеевна, а вы старая для чего? Мне 50 лет уже, в общем-то, я мама, и сын уже мне 10 лет, 50 лет. Ну, все-таки, старая вы для чего? Вы ведь так сказали. Вы знаете, что иногда не хочется жить, устаешь от этого всего, и нет будущего, нет светлого, что-то такое. На что-то надеяться, что будет, поэтому, может быть, и черные мысли по этому говорится. Я не знаю, что так сказать. Ну, сложно, очень сложно. Вы матрые, как раз, не задни за ночью. Спасибо вам, что вы вышли. Спасибо, Людмила Алексеевна. Да, ну, я что-нибудь сейчас мы придумаем, что-нибудь найдем, что ответить. Придумаем, может быть, не очень удачное слово, да, но как-то подберем. Мне кажется, Людмила Алексеевна очень много сказала сейчас о себе, и я подумал, что я, может быть, свалюсь в какое-то повторение, если Людмиле Алексеевне порекомендую. Я не знаю, как она это организует, это, наверное, и наша задача. Вот и наша с вами задача, я вижу, если она как-то доберется до кого-то из специалистов в социальных ли службах, в центре семья. Ну, сейчас, правда, очень много таких, Людмила Алексеевна, много специалистов и в центрах ветеранов, и социальные работники, социальные психологи. И мы общаемся с коллегами, которые и готовят таких специалистов, да, вот Надежда Алексеевна, например, Соловова, да, она же готовит специалистов. Вот, и действительно, вот этот вопрос, ну, вот так вот его как разместишь, да, каков смысл в жизни в связи с тем, что вот в моей жизни так происходит. И я уже стара для чего-то, для чего, для жизни, для этой я стара, да, или я стара для того, чтобы… Как я услышала, как будто бы Людмила Алексеевна говорит, стара для будущего, будущего нет. Ну, в этом смысле, ведь дело тогда не в возрасте. У маленьких детей или у подростков может быть ощущение, что у них будущего нет, и они тоже думают, что они стары для этой жизни или не готовы. Но ведь это не вопрос старости, это вопрос вот тех самых смыслов, наличия людей, да, вот как-то так получается, что в жизни Людмилы Алексеевны вот есть сын, инвалид, да, с заболеванием. И, видимо, как-то по-родительски, может быть, ее можно понять, потому что родители как-то живут своими детьми, да, и когда детям плохо, и когда им тяжело развиваться, часть каких-то… Возможно, в жизни нарушенный сценарий, да, все-таки у нас, ну, как-то в голове, наверное, есть эта картинка, когда мы стареем, дети становятся нашей поддержкой, да, и мы можем как-то вот себе позволить местами не контролировать эту жизнь. Ну, я так сейчас фантазирую, да, заглядывая в свое какое-то будущее. А у Людмилы Алексеевны по-другому пошло, то есть ей приходится оставаться и быть, возможно, единственной поддержкой для своего ребенка. Я иногда, ну, вот когда похожие, подобные какие-то истории возникают, я знаю, что люди ведь… Ну, ведь не сейчас возникла эта ситуация у Людмилы Алексеевны, она длилась долго, и до определенного времени люди надеются, говорят, ну, ладно, я как-то справлюсь, ну, я не буду никуда обращаться, вот лишь бы там мой ребенок, да, вот я его вожу, вот. И оказывается, у них возникает ощущение, что время упущено в отношении самих себя, и те, кто, может быть, еще себя старым не ощущает или старый, я, конечно, зову, я говорю, коллегам-специалистам, но я думаю, что вот этот вопрос о смысле, о сохранении надежды или о возвращении надежды, это очень, ну, прямо вопрос вот для консультирования, может быть. Алексей, я знаю, что вы тесно общаетесь с сообществом и педагогов, психологов-педагогов, и родителей, которые… Родители, у которых дети с особенными возможностями здоровья. И даже конференции проводятся, и там вот эта проблематика озвучивается. Вот схожая ситуация, где родители таких особенных детей испытывают какие-то чувства, возможно, сталкиваются с отчаянием, где они не видят будущего, и вот с историей Людмилы Алексеевны. Я думаю, что это похожая ситуация, это хороший вопрос, и она похожа в безысходность, она похожа всей той гаммой чувств, которую вы сейчас описали, и тем, что сказала Людмила Алексеевна. И у нас, ну, в этом, скажем, да, я себя присоединяю, у нас в сообществе, хотя оно разношерстное абсолютно, разноликое, есть какое-то понимание, как с этим быть, как в этом двигаться. Ну, отдельно скажу, это очень болезненный вопрос, находить родителям самих себя, я, ну, я на современном языке сейчас это скажу, вот в этом, в этой постоянной, может быть, боли, в этой заботе, в этой попытке вернуть надежду. Да. Ну, вот звонок сорвался пока, давал возможность вам договорить. Если есть возможность, перезвоните нам снова, пожалуйста. Да, и я бы не хотел сейчас сваливаться в, отвечая, продолжая ответ на ваш вопрос, что там родителям нужно как-то заниматься собой и так далее. Когда такого рода речь ведется, это иногда выглядит очень прямолинейно и вызывает сопротивление у родителей. Ну, обычные родители нагружены чувством вины, ну, так, в меньшей или в большей степени. Здесь что-то у ребенка не получилось, здесь, может быть, я плохой родитель, плохая мама, плохой папа. Вот, да, такое традиционное, у большого количества, не скажу, что у большинства. А у родителей, у которых дети болеют, долго болеют, у которых какие-то инвалидизирующие процессы идут, этого чувства вины через край, и за этим чувством... И искупить его, ну, утихомирить порой бывает очень трудно, и поэтому в эту топку чувства вины летит все. Звонок, Алексей. Да. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Как к вам обращаться? Представьтесь, пожалуйста. Можно Валентина обращаться. Валентина. Я бы хотела вот тем, у кого особенные дети, сказать, что обязательно нужно взаимодействовать с теми сообществами, которые занимаются именно проблемами этого особенного ребенка. потому что одним, безусловно, с этим не справятся. им нужно как-то сконцентрироваться. У меня, например, есть знакомые, у которых мальчик тяжело болеет, очень тяжело. Вот мы даже не могли себе представить, что такие вообще заболевания бывают. И они первый год жизни этого мальчика с этой болезнью страшно переживали. Они от всех отделились, и было им это очень тяжело. И потом постепенно, мелкими шагами, они шли снова к людям, и шли снова к кому-то, кто уже знает, как с этим жить. Одним ни в коем случае нельзя оставаться. Это вот самое главное. А если говорить просто о пенсионерах и просто о бессоннице, то я считаю, что на этом сильно заострять внимание не нужно. Если тебе не спится в 3 часа ночи, встань, почитай книжку, свежи варежки. Я не знаю, сделай что-то позитивное такое. Ты днем поспишь и отдохнешь. Вот я сама с такой же проблемой, у меня это есть, я работающий пенсионер. Бывает масса всяких вопросов, которые приходится решать за день. Но даже я, при том, что у меня рабочий график, я могу сказать, что если я проснулась и не могу заснуть, я занимаюсь просто чем-то полезным. И не расстраиваюсь от того, ох, почему же я не сплю. Вот два мнения моих, мне кажется, неправильные. Спасибо большое, Валентин. Но я хотела бы задать, в свою очередь, вам вопрос. Как вам кажется, вот позвонила нам Людмила Алексеевна, если я не ошибаюсь. И, по сути, она рассказала тоже про своего ребенка, у которого сейчас проблемы со здоровьем. Вот отключилась Валентина. Вам тогда задам вопрос, Алексей. Может ли женщина, мать взрослого сына присоединиться или зайти в эти сообщества, где тоже родители, и они испытывают, возможно, подобные чувства. Кто-то, может быть, научился успешно выходить из этого замкнутого круга и научился видеть вот эти, не знаю, моменты какие-то будущего, да, за которые можно зацепиться. Мотивацию определенную вот для того, чтобы каждый день вставать, что-то делать и наполнять свою жизнь событиями. Я думаю, что ответ очевидный – да. И я уверен, что в этих сообществах таких родителей не будут отторгать и не отторгнут. И то, о чем сказала Валентина, это, ну вот, и мы об этом говорили, и спасибо, что, скажем так, вот что-то, какой-то подобный голос, подобное высказывание, да, есть. Действительно, сейчас вот вокруг трудных семейных ситуаций, назову это так, связанных с детьми, группируются специалисты. Достаточно много. Это не только специалисты, которые помогают ребенку, ну, дефектологи, там, логопеды, да, нейропсихологи. Это еще и семейные психологи, которые говорят о том, как и налаживают или помогают наладить связь, да. Это и, если нужно, там, психотерапевты, да, психиатры, социальные работники. Ну, то есть… Где найти информацию об этих организациях? Я думаю, что центры «Семья» владеют этой информацией. Вы меня в тупик, честно говоря, поставили, потому что вот мы собираемся конференции, ну, школы, безусловно, да, школы у нас сейчас есть с вот такими инклюзивными классами, да. То есть я думаю, что тот самый интернет, в который заглянуть, если нужно, давайте попробуем к следующей передаче в новом году подготовить этот телефон. Ну, действительно, насколько я знаю, в эти сообщества объединяются не только люди, которые работают в государственных или муниципальных структурах. Сейчас и частный бизнес, и частные центры, и медицинские, и психологические специалисты объединяются вместе, да, и вместе решают какие-то вопросы. И, как я вижу, нередко, ну, бесплатно, что называется. Я думаю, Лен, в том числе и потому, что болезни не выбирают, чьего ребенка поразить. Работает ли этот родитель в госструктуре или в частной структуре. Этим родителям, этим специалистам приходится объединяться, или родителям и специалистам, да, и совместно сообща что-то думать. А по поводу пожилых, я, похоже, процесс, ну, вот, отвечая на ваш вопрос, примут или не примут, наблюдая на своей психотерапевтической группе ко мне регулярно в качестве пациентов приходят пожилые люди. Иногда они высказывают такое вот, ну, вот вам, к вам, наверное, молодые, ну, я говорю, вот, у нас есть группа, вот, приходите. Вот, они говорят, ну, к вам, наверное, молодые приходят, я-то уже там в возрасте, ну, и называют там сколько, 70, 75, 60, 60, ну, то есть разного абсолютно возраста. И, мол, что мне делать в этом пространстве. Но оказывается, что если люди приходят, если вот эта задача сохраняется, то здесь нет какого-то чего-то неестественного или чего-то чужеродного. Вот, мы все состоим вот с молодостью. У нас немного времени до конца передачи, и у нас есть звонок. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да. Нелли Ивановна? Да. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, в общем-то, я получила ответы на некоторые свои вопросы. Угу. Ну, я даже записала себе пейлис из вашего ответа. Правильно, вы сказали, стараясь, а спасаясь, страдают дети и родители. И, действительно, мы хотим услышать ответы на своем языке. И следующее, в общем-то, предложение, вот, хотела женщине, которая звонила, дело ведь не в самой бессоннице, вернее, не в бессоннице, а спать и спать можно когда-то поспать. А дело именно в мыслях, в голове. В смысле, самое главное, о чем страдают женщины, о чем они думают. Спасибо. Вот, и чем дело. Да. Спасибо за этот комментарий. Я так понимаю. Нелли Ивановна, спасибо. Я, ну, мы будем потихоньку, видимо, заканчивать, да. Хотелось бы еще поздравить наших телезрителей. Но я все-таки отключусь. Нелли Ивановне за обратную связь, это для нас очень важно, да, не только вот в одну сторону поговорить, как-то пообщаться с человеком, а действительно протянуть мостик и, ну, услышать, продолжить разговор, да, услышать какие-то, возможно, ответы. Да, я его прервал, ну, со своей, по крайней мере, стороны, вот так вот распрощался быстро, в надежде, что этот разговор продлится. И вот мысль, которую Нелли Ивановна сказала, я бы ее оформил вот так вот в уходящем году. Вот действительно, мысли становятся проблемой. Разные мысли. И это же и пугает, с одной стороны, и дает определенную, ну, оптимизм определенный. Мы можем массу вопросов ставить, что это за мысли, почему это мысли, о чем это мысли, то есть, ну, как-то к ним относиться. Если их начать записывать, то, возможно, увидеть систему в этих мыслях. С мыслями вообще люди на протяжении всего человечества пытаются разобраться, чего у них там такого в голове творится. Я надеюсь, что мы в следующем году этот разговор продолжим и вместе с нашими телезрителями, которых я поздравляю с наступающим Новым годом, будем этот разговор продолжать. И разбираться с нашими мыслями, с моими, с вашими, наверное, да, с чувствами. Ну, и как-то вот создавать это пространство общее для разговора. Действительно, спасибо большое нашим телезрителям за активное участие. У нас это общение выстраивается с каждой передачей, ну, как мне кажется, и активнее, и где-то, возможно, даже эффективнее. Напоминаю нашим телезрителям, у тех, у кого есть доступ в интернет, в сети ВКонтакте, есть группа «Разговор по душам» на Самары ГИС, где в обсуждениях можно задавать свои вопросы. Заранее, да. Спасибо большое. Какие-то еще, может быть, у вас пожелания есть в новом году? Я по врачебной традиции хочу пожелать всем здоровья, радости, ну, и хорошо встретить Новый год и увидеться в следующем году здесь, в этой студии. Смотрите нас и в новом 2021 году, традиционно, на телеканале «Самары ГИС» по вторникам 18.15. Мы будем по-прежнему выходить в прямом эфире. Телефон в студии 202-11-22. Всего доброго. До свидания. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова